Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Пока не наступил уже такой прям полноценный дачный сезон, я хочу еще сегодня немножечко поговорить про перец. Из ваших комментариев я поняла, что не все дружат с перцем, не у всех получается вырастить этот прекрасный овощ. Я вот прям заострю сегодня внимание на такие вот основные моменты, возможно эти советы мои вам помогут в дальнейшем, ну сначала вырастить хорошую рассаду, а уже в дальнейшем вырастить хорошие перчинки, хороший перец. Кстати, для всех тех, кто у меня спрашивает, что это у меня растет, это у меня растет декоративный перчик, обильно цветет, шикарный перчик. Правда, тут мой кот пытался уже его немножечко пожевать, поэтому перец растет только в одну сторону, с этой стороны у меня надломлены веточки. Но все равно красота, красота выращена, кстати, из семечки. Вот это тоже ранние сорта перца, которые будут плодоносить вот именно в домашних условиях. Итак, приступаем к самому перцу. Буду показывать вам, конечно же, нарезочки какие-то, которые сохранились в прошлогодних видеообзоров. Болгарский перчик или сладкий перчик не самая простая культура, но если знать и четко выполнять правила агротехники, то прекрасно растет и в открытом грунте, и в теплице. Еще раз хочу напомнить, что перец относится к культурам, которые очень медленно прорастают, не спеша, в отличие от помидоров, набирают зеленую массу, прям медленно, хотя они относятся к одному семейству. Поэтому перец я всегда сею на рассаду намного раньше, чем томаты. Ну, вообще по нормам где-то сеять с середины февраля до конца февраля. Я так и делаю. Из-за медленного темпа роста пикировать перчик, конечно, лучше всего где-то через месяц или чуть раньше, в зависимости от того, какой метод пикировки вы выбрали, то есть в середине марта. Перец обычно прорастает где-то через неделю, либо на 8-10 сутки при оптимальной температуре 27-28 градусов тепла. Вот если вы не знали, как правило, все куносовидные сорта относятся к крайне спелым, а вот все перчики, которые имеют форму призмовидную или даже кубаревидную, это крупноплодные плоды, то они относятся к среднеспелым, либо к познеспелым. Позднее созревает вообще не раньше августа, а то и к сентябрю. И не забывайте о такой закономерности. Чем крупнее плод, тем позже он созревает. Это относится практически ко всем растениям, в том числе и к перцу, потому что для созревания этого крупного плода, конечно, требуется и много сил, и много времени. Перец делится по типу роста. Он бывает низкорослый и бывает высокорослый, и среднерослый, конечно же. Высокорослый, конечно, подходит для закрытого грунта, хотя у меня они растут и на улице. Это кому как нравится. У кого-то может быть мало места, и он предпочитает выбирать небольшие кустики и выбирает перчик невысокий. А кто-то выбирает перцы такие помассивнее, но это не значит, что они будут высотой по 2 метра. Как правило, в общем-то, не всегда соответствует тому, что написано в описании, и они вырастают где-то до, наверное, 1 метра, может чуть-чуть побольше. Высокорослые сорта перца обязательно нужно привязывать к опоре, и даже не потому, что сами ветки могут поломаться. Просто обычно там крупноплодные плоды, крупноплодный перчик, и он тоже может поломать куст, и ветки могут рухнуть. Теперь, в Волгоградской области, в нашем климате, перцы прекрасно растут и в теплице, и на улице. Я также выращиваю и высокорослые на улице, и низкорослые в теплице. То есть, я меняю местами, выбираю то, что мне нравится. Выбираю и желтый перчик, и красный перчик, и зеленый перчик, потому что каждый сорт по-своему достаточно хорош, вкусен и пригоден либо для заморозки, либо для каких-то кулинарных шедевров, либо для употребления в свежем виде. Но все сорта среднего, раннего или позднего срока созревания я рекомендую сажать в одно и то же время, так как они различаются только развитием. Даже высаженные в один срок перчики будут плодоносить в разное время. Ранний, например, будет в начале, в середине июля, средний в конце июля, а поздний вообще в конце августа, в сентябре. У нас иногда даже в октябре плодоносят, если в теплице. Поэтому всегда сажайте все ранний, средний и поздний срок созревания в один и тот же срок. Еще раз повторюсь, они различаются именно развитием. У перчика очень слабая корневая система. И он более чувствителен к недостатку влаги в почве и к питанию в почве, то есть питательного состава в почве. То есть перчик к этому намного чувствительнее, чем тот же томат. Для перца предпочтительные почвы достаточно хорошо удобренные, рыхлые. Поливы должны быть не обильными, но частыми. В летнее время я вообще каждый день поливаю, вечером каждый день поливаю перчик. Если вы будете поливать перчик не обильно, но часто, то не получится, не будут возникать такие периоды сухой земли или наоборот залива перца, когда вот вода стоит в грядках. Нельзя допускать, чтобы вода стояла в грядках. Желательно это делать не один раз в неделю, а хотя бы уж через день поливать небольшими дозами. Ну и конечно же мульча. Если у вас есть возможность мульчировать почву, если у вас есть возможность где-то брать газонную травку, либо сорняки, всегда мульчируйте то место, где растут ваши перчики. Мульча это вообще и подкормка, и улучшение состава почвы. И мульча влагу удерживает в прикорневой зоне, и в общем-то это создается очень хорошая питательная среда, и перчики не страдают в том случае, если, ну допустим, у вас не всегда получается своевременно полить перчик. Так же, как и томаты, особенно перчики, которые имеют сливовидную форму, ну в виде сливок, такие перчики страдают заболеванием вершинная гниль. Вершинная гниль это не инфекционное заболевание. Не переживайте, оно неприятное заболевание, но не инфекционное, поэтому от перчика к перчику это заболевание не перейдет. Это физиологическое заболевание, вызванное нехваткой кальция. В почве, в любой почве практически есть кальций, но как только температура воздуха и почвы прогревается выше 30 градусов, то перцы прекращают его усваивать. И выражается это заболеванием вершинная гниль, то есть вершинки плода начинают засыхать, а затем и загнивать. Из-за этой болезни часть урожая можно потерять, причем очень большую часть перца можно потерять. Поэтому я всегда рекомендую при выборе сортов обращать внимание на описание и смотреть, что те или иные сорта имеют хорошую устойчивость к вершинной гнили. И конечно же перец нужно подкармливать. Кто-то прибегает к минеральным удобрениям, магазинам, мне достаточно золы, у меня ее много всегда, мела, доломитовые муки. В общем, все это спасает перец от вершинной гнили. Теперь мы живем в Волгоградской области, у нас достаточно такие жесткие климатические условия и очень-очень жаркое лето. Если у вас жаркий климат, я рекомендую вам выбирать семена, вернее выбирать сорта сладкого перца, которые имеют Т-образную форму куста или зонтикообразную форму куста. Такие сорта устойчивы к солнечным ожогам. Они имеют хорошо развитую листовую поверхность. Ну, либо ставить над грядками притенение, какие-то сетки затеняющие. Я показывала вам их в прошлом, позапрошлом, позапрошлом году. Мы используем дуги и притеняющую сетку для перчика и в раннем возрасте, и иногда, если уж совсем удается, лето жаркое, то иногда используем вот такие притеняющие сетки и в период созревания плодов. Также, чтобы защитить наш перчик от ярких палящих солнечных лучей, то не стоит его сажать друг от друга. В прошлом году я вообще перец посадила по 2 в лунку. Очень мне понравился, это у меня рос в кокоду, прекрасный урожай был. Вот прекрасно сравнивала перчик, который рос по одному в лунку и по 2 в лунку. Мне очень понравилось. Я в этом году буду точно так же. Не надо расстояние между перчиком делать 50 сантиметров. Делайте даже 25-30 сантиметров, потому что перец, в отличие от того же томата, не имеет сильно развитых кустов. Поэтому ему достаточно расстояние 25-30 сантиметров, и при таком шаге растения будут прикрывать друг друга от палящих лучей солнышка. Теперь, у меня очень часто спрашивают, какой я перец сажаю, сорт или гибрид. Я, конечно, отдаю предпочтение гибридам, потому что это более урожайные сорта. У них плоды более яркие, более имеют такой ярко выраженный вкус и аромат. Но в то же время не стоит забывать, что с гибридов не заготавливаются семена для посадки. А если вы собираетесь получить собственный посадочный материал, то, конечно, отдавайте предпочтение сортовому перцу. Сейчас очень много хороших сортов и Винни-Пух, и Здоровье, и Богатыри, и Волжане. В общем, выбирайте то, что вам нравится. Сейчас в продаже очень много хороших гибридов сладкого перца, которые под силу вырастить даже неопытному дачнику и огороднику, с которым справится новичок. Вот сегодня такое у меня видео об основных вопросах, которые чаще всего задают мне, мои подписчики, о том, что нужно сделать для того, чтобы перец не болел и прекрасно рос. Конечно же, когда у нас уже пойдет период созревания, когда мы с вами начнем высаживать рассаду в открытый грунт или в теплицу, когда начнем подкармливать, опрыскивать, обрабатывать, посынковать, убирать коронный цветок. Я обо всем об этом буду рассказывать, поэтому хорошо будет, если вы подпишетесь на мой канал, нажмете колокольчик, чтобы как только выйдет новое очередное видео, быть в курсе, чтобы у вас система оповестила. Все понятно, да? Про перчик немножечко рассказала, но это самые часто задаваемые вопросы. Теперь, ну, по поводу вот этой поливалки моей. У меня все спрашивают, что это, где вы брали. Господи, я даже не знала, что она вызовет такой интерес у подписчиков, потому что, ну, поливает она в качестве, как зонтик, хорошо, вот так вот, как будто леечка. Господи, причем тут зонтик. Так вот, в обе в магазине фирма Гордения прям вообще стоила, там, я даже не помню, 200 рублей, что ли, но очень удобная вещь, несколько насадок имеет, поэтому, ну, нравится вам, поищите. Может, в интернете где есть, я не знаю, но я покупала в обе. Зашла в обе, что-то мне надо было, и вот она мне как-то глянулась, я купила и ни грамма не пожалела. Все, что хотела, рассказала. Надеюсь, информация кому-то пригодилась. Я с вами прощаюсь. Ждем весны, ждем солнечных дней, ждем посадочного периода. Всем вам крепкого-крепкого здоровья, вам и вашим близким. Хорошего настроения. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok